Естественный вопрос. Вот мы что-то такое научились регулировать, но это все выглядит как, ну, немножко такая физика. Значит, все-таки изначально должен быть какой-то процесс, в котором мы верим, что он случайный. Да, там, какая-то температура скачет, датчик ее изменяет. Некоторые могут использовать радиоактивные датчики случайности, когда случайно спускается, значит, там, какой-нибудь излучение частиц, вот она улавливается, в случайные моменты времени засекаются, спрашивается. А вот нельзя ли такую придумать последовательность, детерминированную, которая вот, ну, никакой случайности отношения не имеет. А вот, по-моему, вот последовательность, что вот каждый может выписать, сколько хочет ее элементов, да, но чтобы вела она себя примерно так же, как последовательность, в которой мы действовали, когда мы случайно выбираем элементы из-за треза педали. Вот, только надо понять, что мы точно хотим. Значит, вот представьте себе, что мы, научившись делать вот этот выбор из-за треза педали, x, да, вот такой вот случайный, начали его повторить. Вот, как я крою, у нас есть эксперимент, и мы его теперь воспроизводим, воспроизводим. Вот у нас появляется последовательность, x1, x2, x3, xn, ну, сколько мы хотим. Каждый раз мы что-то такое случайное выбирали из отрезка педали. Спрашивайте, как эта последовательность себя ведет. Ну, понимаете, что можно сказать про вот такую величину, число x-катов, которые лежат задом отрезка 1 до b. Разделить на это. Вот что можно сказать про количество x-катов, про дуя x-катов, потому что я и несколько, которые попали в данный отрезок оборудов. К чему его число приближается? Как оно устроено? Ну, для того, чтобы на этот вопрос ответить, надо немножко на эту задачу по-другому посмотреть. Давайте себе представим, что мы действуем так. Вот мы вытаскиваем точку из отрезка 0 до b. И если x-каты лежит в отрезке, мы выставляем в единичку. А если x-каты не прямой лежит в отрезке, то мы выставляем 0 до b. Получается, что в итоге, после вытаскивания x, да? То есть x это просто случайное загаданное число 0 до 1. Мы на самом деле получили опять что? Бросание монетки. Правда? То есть представьте, что я просто каждого из вас попросил загадать число 0 до 1. Вы каждый загадали. Потом я предал как раз в пункт x1, x2, x3 и так далее. Потом я подошел к каждому и попросил, значит, крое число лежит в отрезке 1. Если вы говорили да, я писал единичку. Если вы говорите нет, я пишу 0. Получается, что я вот n раз в 8 просто-напросто что? Монетка. Теперь спрашивайте, а с какой вероятностью эта монетка выпадала на орла? Какова вероятность, что вы ответите да на мой вопрос? Но это вероятность чего? Что случайное загаданное число 0 до 1 лежит в отрезке от а до b. Но вероятность это, вероятность получить единицу равна b-a. Так? Значит, получается, что у нас с вами, если мы много раз повторяем этот выбор из отрезка от 0 до 1, то вероятность того, что вы будете выбирать точку из отрезка от а до b, это b-a. Хорошо. А что же здесь, когда написано, что это за число x-а, какой-то лежащий хамбатик? Как это перегрупулировать? А это в точности вот что. Если на языке бросания рд-демонетки, это число успешных бросаний. Успешных бросаний, отнесённых к числу бросаний. Так? Это то, что мы сегодня уже изучали. Когда мы н-н раз бросили монетку, то сколько раз вы поларёте? Да? Сколько успеха вы бросаете? Вот получается, что нас интересует следующий вопрос. Вот мы бросаем н-н раз монетку. Считаем долю успеха, долю армии. И спрашиваем, к чему эта доля должна приближаться? Ну, если вспомнить, с чего мы начинали обсуждение, мы начинали обсуждение вот с чего мы говорили. Вот вероятность, это эксперимент есть, да? У эксперимента есть исходы. Эксперимент многократно повторяется. И каждому исходу выписывается вероятность, которая имеет какой смысл? Смысл чистоты появления этого исхода. Правда? Теперь спрашивается. Вот мы н-н раз повторили эксперимент с бросанием монетки. Так? И число успеха, отнесённое к, это просто чистота выпадения орла. Но мы как раз не верим в то, что вероятность выпадения орла, это и что такое? Это, ну, не обязательно вторая нажима. Не обязательно вероятность выпадения. Это что? А это чистота выпадения. Правда? То есть вам говорят, что монетка на орла падает, вероятность у тебя на тень. И вы верите, что в 90-бросаниях 30 будет примерно орлов. Так быть? Значит, здесь вероятность выпадения орла, это b-h. Значит, в каком-то смысле надо надеяться, что это стремится к b-h. То есть вероятность успеха, да? Вот такого рода утверждения, когда чистота успеха стремится к вероятности успеха, имеют название, называется закон больших чисел. Закон больших чисел. Чтобы этот закон больших чисел объяснить, надо чуть-чуть нам расширить знание по вероятности, которой мы до сих пор пользуемся. Пока мы с вами ничего особо не используем. Только вот такое интуитивное представление, что же такое вероятность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова